Стипендии президента на 2023 назначены 64 молодым ученым, результаты работы которых способствуют социально-экономическому развитию страны. Соответствующее распоряжение подписал глава государства в числе лучших представителей Могилевской области Артур Каратеев и Илья Романов. Свободные экономические зоны Беларуси привлекают все больше резидентов. Число компаний на территориях СЭС в прошлом году выросло на 10%. Начали функционировать более полусотни новых организаций, которые заявили инвестиции на общую сумму 260 миллионов долларов и планируют создать свыше 2,5 тысяч рабочих мест. Белпочта досрочно выплатит пенсии и пособия за 7 января. Так, в Брестской области деньги выдают с 4 числа, в Гомельской – с 6, во всех остальных регионах – с 5. В субботу организация будет работать по праздничному графику. Клиентов ждут только дежурные отделения. В стране стартовала кампания по декларированию доходов. Отчитаться о дополнительных заработках беларусам нужно до 31 марта. Документы можно принести в налоговую, отправить почтой или подать в электронном виде через личный кабинет. Этой возможностью пользуются 90% плательщиков. И это число с каждым годом растет. В Беларусь идет циклон Аксель, который смещается с Северного моря на Брянскую область России через территорию нашей страны. По республике ожидаются сложные погодные условия – мокрый снег и голоедица. Температура воздуха в Абруске от плюс 4 днем до минус 6 ночью. В пятницу ожидается резкое похолодание до минус 15. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова